В Одессе 122 школы. Кроме того, есть учебно-воспитательные комплексы, которые включают в свой состав и школы, и детские сады. Более 30 учебных учреждений, я имею в виду общее и среднее образование, обеспечены камерами наблюдения. Четыре из них — это школы, которые входят в пилотный проект, где камеры наблюдения состыкованы с общегородской системой безопасности. Сейчас мониторится, насколько это эффективно, и если действительно это будет очень полезный проект, мы его распространим на все школы города Одессы. У нас более 100 школ и практически все детские сады обеспечены кнопками тревожного вызова. Происходила установка этих кнопок много лет тому назад и поддерживается уже более 7 лет, когда в Одессе не было систем противопожарной безопасности. Тогда устанавливали тревожные кнопки. Но с установкой систем пожарной сигнализации от кнопок не отказались, поскольку это удобно, и каждая школа сегодня может их использовать. Кроме того, с прошлого года в штатное расписание всех учебных учреждений Одессы и школ и садиков была введена ставка дневного сторожа, который нет в типовом штатном расписании. И заработная плата дневного сторожа оплачивается за счет городского бюджета. Те же школы, которые решением родительских комитетов сохранили охранные структуры, поскольку несколько входов, поскольку действительно многие считают нужным усилить охрану школы, они обеспечивают дополнительную ставку за счет благотворительных фондов. У нас разработана программа «Буспечная школа». Она будет рассмотрена на последней сессии городского совета данного текущего календарного года. Сейчас она дорабатывается, и программа достаточно обширная, включает в себя ряд мероприятий, связанных с пожарной безопасностью, с безопасностью питания и в том числе с физической безопасностью детей по дороге из дома в школу во время учебного процесса, во время возвращения ребенка из школы домой.